Диктант Победы Открытие муниципального опорного центра Нам очень приятно, что нашим детям, нашим педагогам создаются комфортные и уютные условия, в которых они могут заниматься Более миллиона человек в России приняли участие в масштабной патриотической акции «Диктант Победы» Люди разных профессий и возрастов сели за парты, чтобы продемонстрировать свои знания истории Великой Отечественной войны В Десногорске тестирование прошло 3 сентября в третьей школе Подробности далее Четыре аудитории, 54 участника Акция «Диктант Победы» проводится в Десногорске впервые В юбилейный год 75-летия Победы принять участие в акции особенно почетно Это не просто проверка своих исторических познаний, а дань памяти героям той войны Среди участников молодежь, военные, пенсионеры и преподаватели Акция проводится в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи Наша история – это то, на чем стоит наше настоящее и, надеюсь, будет стоять будущее «Диктант» – условное название акции Это тестовое испытание, в котором 25 вопросов Ответить на них нужно за 45 минут Задания касаются не только истории военных событий, но и фильмов, литературных произведений о войне Пусть, может быть, даже если и не на все вопросы они ответят То хотя бы просто для себя каждый отметит Что я знаю, что я забыл А что, может быть, нужно заново просмотреть или просто изучить и исследовать Результаты акции «Диктант Победы» будут размещены на ее сайте Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Деснатовы 4 сентября в Доме детского творчества состоялся открытие Муниципального опорного центра дополнительного образования детей В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской атомной станции» В учреждении отремонтировали 4 кабинета Открытие посетила наша съемочная группа Муниципальный опорный центр – это новый формат развития системы дополнительного образования детей В структуры Дома детского творчества теперь входят лекторий, медиа-центр, каворкинг-офис и зона коллективного пользования Модернизация инфраструктуры учреждения позволит выйти на новый этап, соответствующий современному уровню развития науки и техники Открытие посетили почетные гости С приветственным словом к присутствующим обратился глава Десногорска Андрей Шубин Он пожелал новой структурной единице дополнительного образования успешных пользователей Которые смогут повышать свою компетенцию в отремонтированных кабинетах Нам очень приятно, что нашим детям, нашим педагогам создаются комфортные и уютные условия Которых они могут заниматься, получать дополнительное образование Директор Дома детского творчества Елена Долженко выразила слова благодарности концерну «Росэнергоатом» И администрации города за помощь в реализации столь важного проекта Она отметила, что педагоги образовательного учреждения являются участниками федерального проекта «Успех каждого ребенка» Они выполняют важную миссию Обеспечивают всестороннее удовлетворение образовательных потребностей подрастающего поколения На самом деле сейчас дополнительное образование играет очень большую роль в нашем мире Поэтому мы стараемся сделать все, чтобы развить творческие способности и подготовить наших детей к дальнейшей жизни Под звуки торжественной музыки почетные гости перерезали красную ленту Этот момент стал стартом официальной деятельности проекта на территории Десногорска Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ А теперь коротко о погоде 11 сентября в Десногорске будет солнечно Днем плюс 16, ночью плюс 5 На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм С вами был Виталий Волков Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok